Продолжение следует... Спир. Уильяму Шекспиру было 46 лет, когда перевод Библии короля Якова был закончен. Просто совпадение? Да, совпадение. Если хорошо поискать, при достаточном наборе слов и данных, в итоге можно найти, и действительно стоит этого ожидать, точные совпадения любого рода. Это вопрос вероятности. А вот еще хороший пример. Подумайте о карте. Любой карте. О значении и масти. Итак, готовы? Мысленно сфокусируйтесь на этой карте. Доставьте сигнал прямо мне в мозг. Используйте экстрасенсорику. Воу! Я получил. Вот она. Удивительно, да? А теперь подумайте о другой карте. Готовы? Ладно. Это... Она, да? И еще раз. Думайте о карте. Вот прям очень сильно. И... Вот она. Впечатлены? Скорее всего, нет. Но примерно... Семеро из вас могли быть. Видите ли, в колоде всего 52 карты. Если о каждой карте можно подумать равновероятно, то у меня один к 52 шансов отгадать вашу карту. И один к 140 608 сделать это три раза подряд. Если, скажем, миллион человек смотрели это видео и подыгрывали, после трех попыток можно ожидать, что останется семь человек, чьи загаданные карты были вытащены мной каждый раз. Хотя... Нет. Больше семи человек на самом деле. Видите ли, тут происходит еще больше магии. И под магией я имею в виду математику. Когда людей просят произвольно подумать о карте, исследования показывают, что чаще всего люди думают об определенных картах. Это результаты исследования с выборкой в несколько сотен человек. Червы загадывают чаще других мастей. Три карты, что я вытащил, самые часто загадываемые. Но было бы это еще более удивительным, будь это правда магией. И да, и нет. Очевидно, магия как представление, важная штука. Она напоминает нам, что быть одураченным, любопытным и изумленным весело. Без интуитивной реакции на неизвестное, хотели бы мы учиться, или изучать, или исследовать. И все же, объяснения не убавляют красок тайн. Они расширяют возможности мистификации. Объяснения не значат конец. Они входы. Начало способности использовать, пересобирать и переосмыслять новые вещи из того, что вы уже знаете. Вот вам клевый факт. Если разделить колоду карт пополам, то всегда в каждой из стопок будет по равному числу карт красных мастей и черных. И не важно, как были перемешаны карты перед началом. И это не магия. Это просто математика. Подумаем об этом так. Половина карт в колоде красные. Все красные могут оказаться в одной половине колоды. А это значит, что число не красных карт в половине колоды, то есть черных, обязательно равно числу красных в другой половине. Зная это, можно придумать еще более ловкий фокус. Как, например, очень крутой фокус, показанный на канале Мэтта Паркера. Можете подписаться. Или, например, такой фокус. Для простоты счета возьмем, скажем, 10 карт. А затем положим еще 10 сверху, но лицом к нам. Попросите друга перетасывать карты, как ему будет угодно. Так. Или так. Или вот так. Да хоть так. Только нельзя переворачивать карты. Затем попросите передать вам колоду. И у себя за спиной, можно даже с завязанными глазами, покажите, что вы можете разделить колоду пополам с тем же числом карт лицом вверх в каждой половине. Всегда. Снова и снова. Все, что нужно сделать, это отсчитать 10 карт. Число карт лицом вверх в одной руке будет равно числу карт лицом вниз в другой. Переверните одну из стопок, и все ее карты лицом вниз станут картами лицом вверх. Та-да! И там, и там одинаковое число карт лицом вверх. А вот еще один фокус, показывающий изящные математические свойства. Чтобы помочь мне с этим фокусом, я пригласил Ванессу с канала BrainCraft. Клевый канал. Обязательно зацените. Но сначала зацените фокус. Готово? Готово. У нас 10 карт на столе. 5 бубновых и 5 трефовых. От туза до 5 и там, и там. Давай, положи трефовые на бубновые. Лицом вверх? Лицом вверх, ага. Хорошо. Теперь я перемешаю их. Так? А ты используешь свои экстрасенсорные способности, чтобы в конце карты разбились по парам. Готово? Готово. Ладно, я перемешиваю их, сниму сверху, положу вниз, возьму часть снизу и просто... Ладно, буду просто сдвигать их. А ты говори когда. Окей. Сейчас. Сейчас. Так, сдвигаем карты и кладем вниз. А теперь я возьму половину из них, 5 карт, и отсчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Остальные кладу сюда. Теперь у нас 2 стопки. И теперь твоя очередь перетасовывать. У нас есть 4 свопинга. И свопинг значит, что ты берешь верхнюю карту и кладешь ее вниз. Хорошо? Теперь можешь провести эти 4 свопа как угодно. Можешь здесь 4, а можешь по 2 в каждой стопке. 1 и 3. Как захочешь. Ладно, я хочу 3 здесь и 1 здесь. Интересно. Хорошо. Сделай ты. Я сделаю. 1, 2, 3. И 1 своп здесь. Хорошо. Теперь у нас есть эти 2 карты сверху. Я снимаю их и кладу сюда. Теперь 3 свопа. Все 3 в этой стопке. Ммм, интересно. Ладно, выбор твой. 1, 2, 3. И снова 2 верхние карты снимаю и кладу в сторону. Так, теперь 2 свопа. 2 в этой. 2 здесь. Ладно. 1, 2. И снова 2 верхние карты в сторону. 1 своп. 1 здесь. 1 тут. Окей, итак. Снимаем эти 2. И остается 2 карты. Будут ли они одинаковыми? Совпадут ли они? Давай выясним. Что? Окей. Воу. Не говори еще окей. Потому что не все еще окей. Произошло кое-что магическое. У нас есть все эти карты в стороне. И все они совпадают. Пара тузов. Что тут? Пара пятерок. Тройки тоже совпали. И, конечно, четверки. Да не за что. Спасибо тебе большое. Но не тебе, Ванесса. А тебе, математика. Каждый раз. Как бы ваш друг не решил свопить, совпадающие пары будут вместе. Как? Ну, все дело в циклах. Если у вас есть карты в определенном порядке, и если вы сдвинете их, неважно где, вы измените только позиции отдельных карт. Но не саму последовательность. Каждая следующая карта будет следующей картой по порядку, и вся колода будет замкнутой последовательностью. Помогает думать о порядке не как о башне, а как о часах. Так вот, в фокусе, который мы сейчас проделали, каждое совпадение карт всегда в пяти картах из последовательности. Поскольку пять оказывается еще и числом карт в половине набора, разделение стопки пополам оставляет пары выстроенными по порядку, неважно как мы разбили колоду. В фокусе же мы добавили элемент запутывания, отсчитав половину на стол. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом был получен обратный порядок. Теперь, вместо того, чтобы у карт было одинаковое положение в каждой стопке, пары оказались в зеркальных положениях. Число карт под любой картой из нижней стопки, число карт над ней же в верхней стопке. Этот баланс означает, что свопинг всех карт в нижней стопке, выше обозначенной карты, оставляет ее наверху. А свопинг числа карт под ней и в другой стопке обеспечивает их совпадение наверху обеих стопок. Конечно, число карт сверху и снизу, относительно указанной в нижней колоде, просто число всех остальных карт в другой половине. Что равно общему числу карт минус единица. Вот почему мы начали с четырех свопов при пяти картах в каждой стопке. Потом, когда в каждой стопке осталось по четыре карты, было три свопа. Пока общее число свопов будет равно общему числу карт в стопке минус один, мы будем получать совпадающие пары сверху. Можете применить эти факты о циклических последовательностях к другим фокусам из вашего воображения. А это один из моих любимых фокусов, авторства Питера Магуана, с канала STEM Math Magic. Время фокуса. И снова в компании с Ванессой из Брейнкрафт и с колодами бубновых и трефовых карт от туза до пяти в каждой. Ванесса, не могла бы ты взять бубновую колоду от туза до пятерки и положить ее на трефы, но переверни их, чтобы они были лицом вниз. Окей, теперь у нас беспорядочная маленькая колода с черными картами лицом вверх и красными лицом вниз. Но мы сильно перемешаем их. Можем даже провести рифл-шафл. Рифл-шафл? Рифл-шафл. Берем половину и затем... Это тяжело, когда мало карт. Делаем вот так. А потом вот так. Очень модно. Да, спасибо. А откуда сдвигаем? Отсюда. Отсюда. Хорошо, клево. Есть еще один способ, которым ты можешь перемешать и раздавать карты. Down over deal. Выглядит так. Одна карта вниз, следующая переворачивается. Одна вниз, одна переворачивается. Вниз, переворот, вниз, переворот, вниз, переворот. Пока не кончатся карты. Понятно? Теперь твоя очередь. Я буду брать по две сразу. А ты говори, как класть первые две карты. Вниз или переворотом. Ладно. Вниз. Вниз. Что с этими? Вниз. Вниз. Перевернуть. Перевернуть. Вниз. Вниз. Переверни. Перевернул. Хорошо. Теперь давай по четыре карты. Один, два, три, четыре. Как в них положить? Переверни. Перевернул. А что с этими четырьмя? Вниз. Вниз. И последние две? Перевернуть. Мы можем делать это так часто, как захочешь. Можем продолжить. Можно по две, можно по четыре. Что скажешь? Давай еще раз и по две. По две, окей. Вниз. 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 Можно быстрее. Вниз. Вниз. Хорошо. Теперь я сделаю две стопки. Как маленькую книжку. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так. А теперь, Ванесса, мне закрыть эту книжку вот так или вот так? Вот так. Ладно. Поехали. У тебя был полностью свободный выбор. Ты приняла много разных решений, некоторые произвольно. И все же, подобно воде и нефти, черные и красные карты разделились, и только красные лицом вверх. Я знала, что так и будет. Но дело тут не в магии, а в математике. Вот как это работает. Красные карты изначально лицом вниз, а черные лицом вверх. Никакое число сдвигов или рифлинга не изменит тот факт, что красные лицом вниз, а черные лицом вверх. Но во время попеременной раздачи, каждая следующая карта меняет свое исходное положение на противоположное. Вниз, перевернуть, вниз, перевернуть, вниз, перевернуть, вниз, перевернуть, вниз, перевернуть. Эта переменная последовательность будет сохраняться через любое число сдвигов, потому что она циклична. И это ключ к фокусу. Потому что когда мы попеременно раскладывали карты в виде половинок книги, одна стопка будет содержать карты с обратным порядком после Down Over Deal, а вторая стопка будет с нереверсивным порядком карт. В зависимости от того, как вы закроете книгу, либо все реверсированные карты окажутся в исходном порядке, либо все нереверсированные карты поменяют порядок на противоположный. Так или иначе, изначальное разделение по цветам восстановится. Свопы запутывали, давая иллюзию контроля. Но в реальности, свопы известны как Hammer Deal. Своп меняет лицевое положение переворачиваемых карт, но вместе с этим переносит их в нужную категорию, сохраняя последовательность. Пока вы свопаете четное число карт, лицевое положение их всех меняется на противоположное, но позиции, в которых они окажутся, будут все еще корректными в соответствии с последовательностью. И наконец, давайте завершим чем-то популярным, что еще и звучит круто, на поверхности, пока не копнешь глубже. Поймешь лучше, и окажется, что это еще круче. Число различных способов, которыми 52 карты могут быть расположены относительно друг друга. Очевидно, что их много. Верхней картой может быть любая, и для этого есть 52 различные возможности. Можно продолжить с любыми из оставшихся карт, поэтому для следующей карты есть 51 возможность, 50 для 3, 49 для 4 и так далее. Перемножив все эти числа, мы получим, сколькими уникальными способами могут быть расположены 52 карты. 52 факториал — это гигантское число. Настолько большое, что каждый раз, как вы хорошенько перетасуете колоду карт, будете несколько минут ее перемешивать на столе, отрифлите ее несколько раз, есть вероятность, что вы получите порядок карт, в котором они никогда не были за всю историю карт. Или людей, или вселенной. Серьезно. Все потому, что 52 факториал равен 8,6580 умноженным на 10 в степени 67. Для сравнения. Наблюдаемой вселенной всего 10 в 18 степени секунд от роду. Даже если бы вы очень тщательно перетасовывали колоду с момента зарождения вселенной 13,7 миллиарда лет назад, вы бы все еще по сей день даже не близко подошли бы к получению каждой возможной комбинации. Но даже это не дает всей картины того, насколько большое число 52 факториал. Скотт Чиппиел создал, что, по моему мнению, является самой ошеломляющей визуализацией значения 52 факториал. Представьте, что ставите таймер на отсчет 52 факториал секунд. Пока таймер считает, встаньте на экваторе и ждите. Миллиард лет. Спустя миллиард лет сделайте шаг вперед. И подождите еще миллиард лет, прежде чем сделать еще один шаг, и так далее. Как только вы обошли всю Землю, возьмите каплю воды из Тихого океана объемом 0,05 миллилитра. И поместите куда-нибудь. Теперь продолжайте идти со скоростью шаг в миллиард лет, забирая по капле после каждого кругосветного путешествия по экватору. И когда вычерпаете весь Тихий океан, положите лист бумаги на Землю. Снова наполните океан и продолжайте идти. И когда стопка достигнет Солнца, сколько же секунд останется на таймере к этому моменту? Ноль? Несколько сотен? Несколько миллиардов? Нет. Останется все еще восемь умноженных на десять в степени шестьдесят семь секунд. Прошло совсем ничего. Если начать сначала и повторить цикл тысячу раз, то пройдет только треть этого времени. К счастью, у Скотта есть идея, как провести оставшееся время, если надоела бумага, вода и ходьба. Вместо этого он предлагает раздавать себе по пять карт каждый миллиард лет. И когда вы, наконец, получите Ройал Флэш, купите себе лотерейный билет. И если он окажется выигрышным, бросьте песчинку в Большой Каньон. Когда Большой Каньон окажется полностью засыпан песком, возьмите одну унцию камня, это примерно 28 грамм с Эвереста. К моменту, когда Эверест будет плоским, взгляните на таймер, вот сколько еще останется. Продолжайте этот цикл с Ройал Флэшем, Лотерейным билетом, Большим Каньоном и Эверестом 256 раз. И тогда, и только тогда, таймер покажет ноль. Вот насколько большое число 52 факториал. Очень большое. А теперь подумайте вот о чем. Число возможных людей, число различных людей, которые может быть еще больше. А это значит, что несмотря на то, что вы скорее всего умрете, большинство людей, включая, возможно, самых умных или самых смешных или самых раздражающих возможных людей даже не доживут до смерти, в отличие от вас. Они даже не родятся. Так что я рад, что вы родились. И как всегда, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok